Глубоко уважаемые коллеги, у нас уже начало очередного заседания трудных случаев в онкологии. Сегодня юбилейное, потому что первое заседание прошло ровно год назад на такой же конференции. Мы тогда открыли нашу школу онкологов трудных случаев в онкологии. Учитывая, что у нас некоторые люди опаздывают, по просьбе я свое выступление об отчете работы школы за год вам чуть позже скажу. Сегодня мы решили сделать нашу школу вместе с экспертами. Мы будем обсуждать трудные случаи в практике клинических онкологов, как мы это делаем, онкологов, хирургов. И мы пригласили экспертов, которые с точки зрения, они могут, предположим, не обязательно заниматься этой темой, но с точки зрения онкологии, так как это специалисты высокого класса, они могут каким-то образом, наверное, объяснить эту трудность для практического онколога. Ну и, конечно, основные эксперты – это вы, те люди, которые пришли послушать практических онкологов, которые встретились с теми или иными трудностями в своей клинической практике. Итак, наши эксперты, доктор медицинских наук, процентка Светлана Анатольевна, это научный центр онкологии имени профессора Петрова. Светлана Анатольевна все знают, это клинический онколог с достаточно большим стажем, встречающий, наверное, с очень трудными случаями в своей жизни. Это Полежаев Дмитрий Александрович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры онкологии Первомедицинского института и врач-онколог, таракальный хирург, ну и, в первую очередь, врач-онколог, клинического онкологического диспансера Санкт-Петербурга. Это Григорий Александрович Раскин. Пожалуйста, Григорий Александрович, пожалуйста, пожалуйста, Григорий Александрович Раскин, доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Санкт-Петербургского университета, руководитель патоморфологической лаборатории иммуногистой химии Российского центра радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова. Наверное, по той должности, которую занимает Григорьев Александрович, вы поняли, что это патоморфолог, и нам он сегодня тоже нужен будет. Это главный онколог города Санкт-Петербурга, который сказал, что он придет, но опоздает, Георгий Моисеевич Манихас. Человек, который имеет достаточно большой опыт для того, чтобы быть экспертом во всех вопросах, ну и то, что это главный онколог города, который узнает, какие трудности и осложнения у практических онкологов в их клинической деятельности. Меня, вы знаете, Орлова Рашидова Хидна. Я человек, который организовал под эгидой Георгия Моисеевича эту школу онкологов, которую мы проводим ежемесячно. Ну вот я говорю, что я, в общем-то, наверное, все-таки расскажу о наших событиях, которые происходили в конце уже нашего заседания. А сейчас я предлагаю первый случай. Случай из редкий имплантационный метастаз рака гортаноглотки. Анисима Влада Викторовна, Санкт-Петербург, онкодиспансер. Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, разрешите представить вам довольно редкий случай имплантационного метастаза рака гортаноглотки после наложения перкутанной эндоскопической гастростомы. Ежегодно в России выявляется более 20 тысяч злокачественных новообразований, злокачественных опухолей, полости рта и гортаноглотки. Из больных с впервые установленным диагнозом около 70% имеют третью и четвертую стадию заболевания. Это довольно запущенные стадии, для них характерны определенные специфические осложнения, такие как нарушение дыхания, что корригируется наложением трахеостомы, и нарушение глотания, развитие синдрома дисфагии и нарушение трофического статуса. Такие больные во время радикального лечения, до него, а также во время проведения холиативной терапии, нуждаются в дополнительной нутритивной поддержке. Оптимальной методикой для нутритивной поддержки является гастростомия, которая обеспечивает длительное, более двух месяцев, возможно, питание через желудочно-кишечный тракт. С 1980 года в клинической практике широко используется наложение черезкожно-эндоскопической гастростомии различными методиками. Это малоинвазивная, наиболее безопасная для пациента и относительно легко выполнимая методика. Но по мере накопления опыта появляются сообщения о таких специфических отдаленных осложнениях, как метастазы в месте стояния гастростомической трубки. Первое сообщение относится к 1989 году. Их, в принципе, немного. За последние 20 лет ПАП-Мед выдает всего 88 публикаций. Большинство публикаций зарубежные. Они представляют собой отдельные клинические случаи. Имеется несколько обзорных статей. В отечественной литературе нам удалось найти одно сообщение о развитии метастаза плоскоклеточного рака гортани в месте стояния гастростома. По данным литературы, метастаз поражает изолированную стенку желудка в 7% случаев, в 63% выражается брюшная стенка и в 30% обе стенки. Частота имплантационных метастазов составляет от 0,5 до 1%. Среднее время возникновения метастаза после удаления гастростомы около 8 месяцев. Третья и четвертая стадии были у 94% пациентов. По мнению авторов, возникновение имплантационного метастаза ассоциируется с высокой агрессивностью опухоли. Так, генерализация опухолевого процесса отмечалась у 64% пациентов. И плохим прогнозом. Средняя продолжительность жизни после обнаружения метастаза составила около 6 месяцев. Годичная выживаемость всего 35%. Были выделены факторы риска. Так, в 100% случаев первичная опухоль располагалась в глотке и пищеводе. Преимущественно это был плоскоклеточный рак, умеренно и низко дифференцированный. Размеры опухоли около 4 см. В 87% случаев наложение перкутанной эндоскопической гастростомы предшествовало началу лечения, либо имелся рецидив опухоли. Во всех случаях, когда была описана методика наложения гастростомы, использовался способ пуллстринг. Приводим собственное клиническое наблюдение. Пациентка 1944 года рождения с января по июнь 2017 года проходила лечение в неспециализированном учреждении с подозрением на воспалительные изменения в области гортани. В мае 2017 года развившееся нарушение дыхания потребовало наложение трахеостомы. В связи с отсутствием эффекта от лечения, ухудшением состояния, появлением и нарастанием дисфагии, пациентка была направлена в городской клинический онкологический диспансер города Санкт-Петербурга. Была осмотрена лоронкологом, обнаружена опухоль горта на глотке, выполнена биопсия, диагностирован плоскоклеточный рак. На момент обращения имелась дисфагия 4 степени. И 17 июня для обеспечения питания через желудочно-кишечный тракт была наложена чрезкожно-эндоскопическая гастростомия. После предоперационной подготовки 10 июля 2017 года была выполнена радикальная операция ларингофарингтомия с пластикотонкокишечным вестеральным трансплантатом. Гистологическое исследование справа в клетчатке метастазов двух из 15 лимфатических узлов, слева метастаз в одном из 10 лимфатических узлов. В глотке и пищеводе умеренно дифференцирован плоскоклеточный рак, врастающий в правую долю щитовидной железы и гортань. Послеоперационный диагноз рак горта на глотке Т4Н2М0 четвертой стадии. В августе 2017 года гастростома была удалена. Был проведен курс послеоперационной лучевой терапии в октябре 2017 года. 16 апреля 2018 года была выполнена реконструктивная операция реконструкции пластика трахеостомы и фарингостомы, страхи пищеводным шунтированием и голосовым протезированием. В феврале 2018 года больная заметила появление опухоли кожи в области стояния бывшей гастростомы. Отмечался быстрый рост опухоли. В апреле 2018 года появились признаки изъявления распада опухоли. В мае пациентка обратилась в поликлинику онкодиспансера. Основными симптомами на момент обращения были нарастающая слабость, наличие опухоли кожи и мягких тканей брюшной стенки и боль в области опухоли. Локально в месте бывшего стояния гастростомы имелась опухоль кожи 3х5х0,8 см с плотными краями, распадом, мутным отделяемым. Вокруг опухоли пальпировался мягкотканный компонент до 6 см в диаметре. Выполнена была инстинзионная биопсия. Диагностирован плоскоклеточный нераговевающий рак. Учитывая наличие симптомов интоксикации, наличие распада опухоли, решено было удалить опухоль. И 5 июня 2018 года выполнена операция сечение опухолями хиткани брюшной стенки с лапаротомией, краевой резекцией желудка, лопластика, апоневроза. На операции вокруг опухоли в околопопочной левомезогастральной на областях произведены окормляющие разрезы. При ревизии опухоль каменистой плотности общим размером 13 на 9 на 8 см поражает кожу с изъязвлением подкожную клетчатку. Два сегмента прямой мышцы живота, апоневроз наружной и внутренней косой мышц живота, волокна наружной и внутренней косой мышц, прорастает брюшину, стенка желудка по передней поверхности, ближе к большой кривизне. Опухоль удалена в пределах здоровых тканей с техническими трудностями, выделена при ревизии в брюшной полости асцитометастаза в печени не найдено, патологии паранхематозных и полых органов не обнаружено. Произведена краевая резекция желудка, в месте вырастания опухоли просвет желудка вскрыт при ревизии резекция в пределах здоровых тканей. Производитель операционный период протекал без особенностей, заживление первичное, больное было выписано на 9-е сутки. Это макропрепарат. Стрелка указана, резекцированная часть желудка, слизистая желудка и общий вид опухоли. Гистологическое исследование. Кожный лоскут с метастазом низкодифференцированного плоскоклеточного нейроговевающего рака с изъязвлением и некрозами прорастающего дерму, подлежащую клетчатку мышц передней брюшной стенки, брюшины и подпаянный участок стенки желудка с врастанием неводослизистой оболочки с переневральной сосудистой инвазией. Края резекция кожного лоскута, мягкие ткани и стенки желудка без опухолевого роста. После операции 24 июня была выполнена ПАТ-КТ. Всего тела с глюкозой, очагов патологической фиксации не обнаружено. Пациентка была консультирована химиотерапевтом, радиологом, учитывая полную циторедукцию, проведение системной и местной терапии была признана нецелесообразным. В течение 4 месяцев наблюдения данных за прогрессированием заболевания нет. Пациентка ведет активный образ жизни, наблюдение продолжается. Таким образом, при наличии достаточно больших опухолев в масс-воров рентгенальной области, высокой вероятности травматизации как следствие обсеменения гастростомического канала клетками опухоли, необходимо выбирать такие способы наложения гастростом, как рентген ассистированно либо с использованием защитных стентов. Кроме того, для раннего выявления возможного осложнения, необходимо тщательное наблюдение за гастростомическим отверстием, в том числе после удаления гастростома. Спасибо, Дарья Викторовна. Скажите, пожалуйста, Ада Викторовна, извините, ради бога, а вот трудность этого случая, вот с вашей точки зрения, как клинического, как практического онколога, она в чем состояла? Вы дифференцировали между все-таки первичной множественной опухолью, или вы понимали, что это трансплантационный метастаз? Микрофон. Была небольшая вероятность того, что на месте длительно существовавшей раны возникла опухоль кожи, как первичный множественный процесс, но эта вероятность была крайне низкая. Мы практически, конечно, обнаружив мягкотканный компонент, мы поняли, что это, конечно, метастаз. Но необходимо было выбрать метод лечения, потому что предлагается предварительно облучать, предлагается химию, это все зарубежно. А окончательных рекомендаций не выработано, потому что, в принципе, описано очень мало случаев таких. То есть за все время менее 100. Поэтому рекомендаций нет. И каждое учреждение предлагает что-то свое. Некоторых облучают. Но мы решили, что это... Александр, скажите, пожалуйста, а можно вообще перепутать, что это имплантационный плоскоклеточный метастаз гортани, или все-таки это отдельное заболевание, другая опухоль? Вот я не знаю, плоскоклеточный там, плоскоклеточный там. А почему они решили, что это имплантационный? Это достаточно редкое осложнение. На весь мир всего 100 случаев описано. Почему именно... Может быть, это все-таки плоскоклеточный рак кожи, или это плоскоклеточный еще какой-то рак, а может быть, это не плоскоклеточный... Можно перепутаться, или все-таки тканевую принадлежность можно определить? Плоскоклеточный рак, он, в принципе, выглядит одинаково вне зависимости от локализации. Это как раз проблема наша, когда мы видим метастазу, тут речь на очага, мы в основном не можем определиться, откуда он исходит. Но в данном случае, наверное, можно было помочь. Во-первых, можно посмотреть, он ВПЧ-ассоциированный здесь, или ВПЧ-неассоциированный. Если он ВПЧ-ассоциированный, то кожа, она, конечно, практически никогда не бывает ВПЧ-ассоциирована. Здесь можно на этом сыграть. И плюс посмотреть, если первичный рак кожи все-таки, то всегда часто бывает еще преинвазивное поражение, то есть, ну, предшествует какой-то рак ин-ситу в эпидермисе. Это так, если этого нет, то уже... Если вот и сравнить, как бы, ВПЧ-статус, ну, ПП-16, например, магистр химический, ну, вот это, наверное, могу помочь. То есть, морфолог не может сказать. Или все-таки по данным... Вот, то есть, нужно ассоциацию с вирусом ППЛОМа человека, да, все-таки глава шеи, это чаще всего ассоциировано, а, вернее, кожа никогда не ассоциируется, да? Практически нет. Не смотрели, да, вирус ППЛОМа человека? Не смотрели. Нет, понимаете, какая ситуация? Вы так решили, и морфологи подтвердили ваше решение. А так или нет, у больного есть опухоль плоскоклеточная. Почему не может быть у него второй опухоли? Тем более была, предположим, был дефект со стороны кожи, и человек синтезирует плоскоклеточную карциному. Поэтому... Ну, я бы сказала пересмотреть просто морфологов, пересмотреть препарат первый, то есть удаленную гортань, да, и препарат этот. И они сказали, что это одно и то же. Светлана Анатольевна, а как Вы считаете, вот такая ситуация, то есть получается, метастаз трансплантационный, всё-таки решили, да, коллеги решили, что это трансплантационный метастаз, они его убрали. Вот всё-таки с точки зрения лечения, системного или локального. Как раз я этот вопрос хотела задать Аде Викторовне. Скажите, пожалуйста, если можно сначала спрошу, Вы обсуждали, как вести дальше пациентку? У Вас были мысли, например, провести лучевую терапию или системную терапию? Сказали Вы, да? Что Вы решили её наблюдать. Ну, в общем-то, здесь возможны пути. Если радикально прооперировано, то, учитывая плоскоклеточный вариант, можно было обсуждать лучевую терапию. Я бы, например, обсуждала с лучевыми терапевтами. По поводу системного лечения, ну, здесь вопрос состоял. состояние пациента, коморбидные факторы, всё это, в общем-то, наверное... Я бы здесь скорее о локальном лечении думала. Она получила лучевую терапию наверху, а здесь-то внизу? Нет, а тут локально-то тут у неё зона наверху уже была облучение? Нет, лучевую терапию, конечно. Это же на животе. Ордиологи. Здесь можно и тебе нашлось. Ордиологи. Ордиологи. Нет, да? К сожалению. Ну вот я тоже думаю, ведь это же получилось здесь, по сути, как попали туда клетки. На самом деле, это редкий случай, да? Была гастростома. И в области гастростомы появились, по сути, получается, имплантационные метастазы сопли головы и шеи. Где Гоголь, а где Гегель? Как раз этот вопрос-то стоит поднять методику. Методика постановки этой гастростомы, да? То есть проходит сквозь опухоль зонт, когда при постановке, травмируя её, там полная дисфагия. Соответственно, этот же зонт выходит через стенку желудка, через стенку брюшной стенки. Правильно методика? А вот как раз стоит обсудить варианты возможной профилактики этого осложнения, да? То есть вот... Да. В плане профилактики всё-таки лучше всего рентген-ассистированная гастростомия. Рентген-ассистированная? Ну, это когда инсуфляция, а вот в воздухо желудок проводится тонким зондом, и когда желудок, стенка желудка приближается к брюшной стенке, под контролем рентгена, с помощью проводника вводится туда трубка. Ну, конечно, зонд надо, но зонд в любом случае, если перкутанная, если перкутанная гастростомия, как-то инсуфляцию проводить надо, но это может быть тонкий зонд, совершенно тонкий, который, допустим, не травмирует. То есть понятно, что эндоскоп, особенно эндоскоп с гастростомической трубкой, там диаметр, ну, минимум полтора сантиметра будет, а тонкий зонд, он может быть там 0,6-0,5, то есть он не будет травмировать. И потом он не проводится, он только проводится туда и обратно, а вот через кожу он не проходит никаким образом. А вот надо сказать, что именно здесь, допустим, и ФГДС выполнялась ей вот в апреле этого года, то есть где-то за два месяца до операции, никаких поражений со стороны желудка не было, то есть это именно вот на коже только. Рост начался с кожи. Можно подумать, ведь это в принципе в чистом виде механическая травма, и тут же мы проходим, то есть до того, как мы проходим сквозь стенку, возможно, можно какую-то обработку внутри желудка или… Это тоже производство. Да, то есть… Это опять же, в зарубежных клиниках у нас ничего такого не описано, в зарубежных клиниках сначала облучают, сначала проводят химию, и вот потом там все-таки используются вот эти стенты сейчас. Защитные стенты, которые потом просто через них проводится гастроскоп, через них проводится… А потом стент убирается, и все. То есть вот это вот оптимально. Ну а тут не совсем решено, потому что если опухолевые массы большие, то этот стенд невозможно поставить. Вот. То есть, ну тогда остается рентген-ассистированное. А вот у вас достаточно большой опыт с такими больными, ну вы занимаетесь уже не один год. Ведь в общем-то уже не один раз проходили мимо этих опухолей, в самом деле, и обычным зондом. И не было же такого. А почему у этой больной произошло? Как вы думаете? Микрофон. Что? Микрофон, микрофон. Ну пока она не прогрессирует, пока. Всего 4 месяца сейчас прошло после удаления метастаза. Нет, ну есть достаточно большие, конечно, длительные наблюдения, дольше. Возможно, что у нее была более агрессивная опухоль, возможно, была травматизация больше, чем обычно. Ну, наверное, если большая опухоль, через которую мы прошли, получили имплантационный метастаз на передней брюшной стенке, удалив его, я почему-то думаю, что надо было проводить системную лекарственную терапию или хотя бы химио-лучевую терапию на эту зону. Юрьевна, наверное, консультировала эту больную и решила... Ну, мы комиссия, да. А был такой случай у кого-нибудь? Хирурги, кто занимается такими, да. Мы тут ставим эти перкутанные гастростомы очень давно, просто на самом деле не так часто, но, в принципе, несколько в год точно, бывает и десяток на разных отделениях и лор-пациентам, и наших пациентам с опухолями пищевода. Таких случаев не было точно, но такие подобные метастазы описаны, естественно, при малоинвазивных вмешательствах, при торриколапароскопии, при фрагментации опухоли, экономии, там наивзоризлечения. Здесь метастаз. Нет, 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 нет. После, вот именно портовый метастаз, это называется, да, метастаз в области порта. Это описано, это более часто, более часто, конечно, встречается. Профилактика, профилактическое облучение портов. То есть если порт ввели, и после этого его облучать? То есть когда делали они введение порта, то есть они должны были облучить его? Я говорю про просто, что чаще описано, при лапро- и торрикоскопических операциях и в месте постановки портов, при извлечении опухоли, части опухоли, допустим, лимфатических узлов, после операции, через какое-то время, в этом месте возникает... Процент. Тут, нет, нет, это немножко другое, но тут зависит от клиники, оснащенности и так далее. То есть так вот, но если использовать все излечение только в контейнеры герметичных, то вообще не должно быть, в принципе, и порт, и работать только через порт. Процент будет ноль. То есть это ошибка клиническая? Ну ошибка, не то что ошибка, во время операции иногда... Почему это произошло в ноль? Тут четко происходит контакт опухоли первичной с брюшной стенкой. Там проводится достаточно толстый зонд, он проводится через опухоль, травмируя ее, и, соответственно, часть опухолевых клеток, да, там прям прямое распространение. То есть... Вот полностью опухоль гортаноглотки, полностью перекрыто... Вот мы проходим тонким эндоскопом, либо проводником, а через проводник проводим уже толстую доставочную систему этого порта. Он достаточно толстый. И в любом случае травмируется опухоль, и часть опухолевых клеток выносится. Конечно, она не фрагментируется полностью. Вот мы обсуждаем, да, либо как-то обрабатывать. А вот Ада Викторовна уже подготовилась в начале поставить стенд, расширить, и через стенд провести этот зонд, чтобы мы защищаем его. Ну тут еще надо сказать, что именно эта методика, она наиболее безопасная, она практически не... Да, для пациента. Она практически не имеет осложнений летальных, вот вообще не описано, да, ни перитонита, ни подтекания. Вот сама методика по себе очень хорошая. Поэтому вот пулстринг, да, она очень хорошая для пациента, и непосредственные результаты, ну там почти идеальные. Вот, а ну вот задаленных, вот такое может быть. Да, там практически ни наркоза не требуется. Ну, больные легко переносят. Это все самое главное. Адвекторовна, скажите, пожалуйста, вот на такой вопрос ответьте. Вот вы имеете в практике такой случай, редкий случай. А вы теперь как будете делать? Нет, ну можно, надо, конечно, оценивать размеры опухоли, во-первых. Вот здесь был размер 3,5 сантиметра. То есть, в принципе, она небольшая, и можно было так сделать, да, то есть там обычно от 4 сантиметров эти осложнения возникают. Ну, опять же, надо смотреть. Ну вот эта больная сама по себе была, она там метр пятьдесят один рост. То есть, оценивать больного надо, да. Если риск высок, вот все-таки, ну, я думаю, что надо все-таки рентген-ассистированные методики применять, потому что, ну, с защитными стендами, наверное, будет сложно. А вот все-таки рентген-ассистированные, это возможно, я думаю. Вопросов больше нет, Кады Викторовне. Спасибо вам большое. Редкое метастазирование или синдром Эрдейма-Честера с поражением трахиобронхиального дерева. Пасикова Дарья Сергеевна, Санкт-Петербургский онкодиспансер. Пожалуйста. Глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемый президиум, во-первых, хочется поблагодарить вообще за возможность участия в данной конференции, и я хотела бы рассказать вам редкое клиническое наблюдение по поводу синдрома Эрдейма-Честера. Больная 59 лет обратилась к нам в поликлинику городского онкодиспансера в августе прошлого года с жалобами на появление образований на коже, слабость, усталость и одышку. Образования имели вид таких багрово-телесных на широком основании образований плотной эластической консистенции, выступающие над поверхностью кожи и преимущественно располагались на спине, в подмышечных падинах, на шее, на лице и на верхних конечностях диаметром максимально до 2 сантиметров. Вообще из анамнеза известно, что данные образования появились у больной около полутора лет назад. Больная по этому поводу никуда не обращалась, но с июля 2017 года присоединились и с жалоба еще кашель, и больная самостоятельно выполняла дома лечебные ингаляции, и случился отек гортани, по поводу которого больная по скорой была доставлена в городскую больницу номер 26, где больной был купирован успешно отек гортани и назначена до обследования. При проведении компьютерной томографии органов грудной клетки была обнаружена картина множественных образований, вероятно, вторичного характера обоих легких, с признаками прорастания левого нижнедолевого и правого S10 сегментарного и субсегментарного бронхов, а также признаки канцерматоза плевры, гидроперикард и множественные очаги остеосклеротического характера в позвонках и рукоятки грудины. Конечно же, в связи с находками больная была отправлена на консультацию к онкологу, она обратилась изначально в КНПЦ, там была произведена биопсия новообразования кожи, была осмотрена лор-онкологом и произведена биопсия новообразования ротоглотки. По гистологическому заключению получилось, что опухоль содержит большое количество макрофагов гигантских многоядерных клеток. По иммунофенотипированию дали вот такую вот картину и сделан вывод, что стоит думать о группе гистеоцитарных и дендритно-клеточных опухолей. По остальным обследованиям никаких серьезных находок не было обнаружено. И вот с данными обследования больная уже обратилась к нам в поликлинику, где был проведен еще ряд дополнительных обследований. На УЗИ лимфоузлов шеи также были обнаружены депозиты в некоторые из лимфоузлов. На УЗИ брюшной полости признаки минимального асцита и на УЗИ забрюшинного пространства тоже некий депозит справа у фасции герота. Был произведен пересмотр стекол и по гистологическому заключению дали результат, что опухоль принадлежит и представлена гистеоцитоподобными мультинокулярными клетками. Проведены компьютерные томографии органов брюшной полости, малого таза. Также тут подтверждаются наличие признаки асцита. И также помимо очагов в позвонках еще есть остеопластические очаги в подвздошной кости. По ФГДС и фиброколоноскопии никаких серьезных отклонений не было выявлено. Конечно же, учитывая уже и осмотр лора-онколога в КНПЦ и наличие жалоб на одышку и кашель, была произведена бронхоскопия. Сразу оговорюсь, что бронхоскопия тоже была осложнена усилением одышки. Больной даже наблюдалось стридорозное дыхание. И было обнаружено множественное поражение и в трахеи, и по бронхам, и в подскладочном пространстве были положены голосовые складки и гортанная поверхность надгортанника. Образование максимально до 0,8 см. Учитывая все вышеперечисленное, в поликлинике был выставлен диагноз метастазы гистеоцитарной опухоли в лимфоузлой шее, легкие кости, гортань, трахею, канцероматоз плевры, канцероматоз брюшины, асцит, плеврит и перикардит. И еще, если вернуться к бронхоскопии, наши эндоскописты даже консультировались с европейскими и московскими специалистами на одной из конференций, и никто не смог просто по снимкам дать никакого предположения, варианта, что за поражение это вообще может быть. Больная была рассмотрена на мультидисциплинарной онкологической комиссии, и дополнительно было рекомендовано проведение МРТ головного мозга. На МРТ данных за наличие объемных образований получено не было, но были признаки объемного образования в медиальной прямой мышце глаза слева, ну и образование в мягких тканях лица. По молекулярно-генетическому тестированию мутации в генебераф и цикит не обнаружено, а на ПЭТ-КТ в принципе подтверждаются все находки других исследований. Больная обсуждена уже на отделении химиотерапии в городском клиническом онкологическом диспансере, и учитывая гистологическое и иммуногистохимическое строение опухоли, было принято решение назначить сунетиниб. Но как такового окончательного диагноза еще выставлено не было, то есть это был, можно сказать, случайный выбор терапии, просто основанный на каких-то гистологических и иммуногистохимических данных. Пациентка начала принимать препарат. Через два месяца на контрольных обследованиях без существенной динамики. Тут уже повторно обсуждалась пациентка, и патоморфологи пришли к выводу, что это болезнь Эрдгейма Честера. Пациентка продолжала получать сунетиниб, и через три месяца при очередном обследовании снова без существенной динамики. И еще через три месяца уже некоторое уменьшение размеров очагов по ходу трахеи было зафиксировано, и помимо этого пациентка сама начала отмечать снижение кашля, одышки, и если мы посмотрим на образование на коже и мягких тканях, то очевиден регресс. Некоторые образования фактически исчезли, некоторые уменьшились, некоторые стали более такими плоскими, не выступающими над поверхностью кожи. Особенно на верхних конечностях это особенно заметно. проведена повторно бронхоскопия, тут тоже отмечается явная положительная динамика, образования также уменьшились в размерах, особенно на верхних снимках это хорошо видно. Пациентка продолжает лечение. В процессе лечения, конечно, возникали некоторые осложнения, но все они были купированы, и лечение продолжается. Интересно будет дальше понаблюдать за этой пациенткой. Во-первых, потому что диагноз очень редкий, потребовал больших усилий, чтобы его поставить. Было задействовано огромное число специалистов. Конечно же, огромное спасибо патоморфологам, которые помогли нам с этим. Ну и теперь хочется немножко рассказать, собственно, что же такое болезнь РГЕ Мачестера. Болезнь РГЕ Мачестера является редким воспалительным расстройством с неизвестной этиологией, которая занимает промежуточное положение между злокачественным процессом и иммунным расстройством. И характеризуется инфильтрация органов тканей CD68+, и CD1А нелангерганцевыми кистиоцитами. Чаще заболевают люди в возрасте от 40 до 60 лет, но есть случаи и в педиатрической практике. Всего описано около 750 заболевших людей по всему миру, но точное число заболевших явно неизвестно, потому что, скорее всего, это болезнь часто не диагностируется или диагноз ставится просто неверно. Патогенез заболевания связан с чрезмерным образованием гистиоцитов, которые приводят к местному воспалению в тканях, к их фиброзной перестройке, что может привести в дальнейшем даже к органной недостаточности. Более чем в 50% случаев обнаруживается мутация в гене Бераф, по разным данным от 38 до 68%. Помимо мутации в гене Бераф могут обнаружиться и другие мутации, но просто гораздо реже. Помимо клональной природы заболевания, также очень важна воспалительная среда и продукция провоспалительных цитокинов и химокинов, которые ответственны за локальную активацию и вербовку гистиоцитов. И даже в одном из исследований выявлена уникальная воспалительная цитокиновая сигнатура, которая характеризуется повышенными уровнями интерферона альфа, интерлекина-12 и моноцитарного химотоксического белка-1. Плюс дополнительно оценивается роль интерлекина-6, который ответственен за дифференцировку остеокластов, что приводит к остеосклерозу, а остеосклероз является основным и наиболее частым проявлением этого заболевания. Вообще клинические проявления зависят во многом от того, насколько сильно инфильтрация выражена и в каких органах она преобладает. Течение заболевания может быть и бессимптомным, а может приводить к сердечной недостаточности, к почечной недостаточности, к серьёзным поражениям лёгких. Самым частым является изменение в костях, которое, как я уже говорила, проявляется остеосклерозом. И наиболее типичная локализация – это дистальные части бедренных костей, а также проксимальные дистальные участки берцовых костей. И всё это проявляется хроническими болями, преимущественно симметрично в области коленных суставов и голеностопа. Но за редким случаем могут поражаться также позвонки, нижняя челюсть и кости верхних конечностей. И если мы вспомним, в нашей пациентке как раз было выражено остеосклеротические изменения в позвонках. Поражение ЦНС где-то возникает от 25 до 50% случаев и является основной причиной функциональной инвалидности и независимым предиктором смерти. Тоже клинические проявления, в принципе, разнообразны, зависят от места инфильтрации вещества головного мозга гистиоцитами. Но в основном это нарушение координации, головные боли, судороги, генистагом. Часто возникает экзофтальм в связи с ретроорбитальной инфильтрацией и могут возникнуть инфильтрации глазных мышц. И опять-таки, если мы вернемся к нашему клиническому случаю, то у пациентки была инфильтрация глазных мышц в том числе. Также, если у нас присутствует инфильтрация гистиоцитами гипофиза, могут возникнуть различные эндокринные нарушения. Вторым по частоте и важности поражения является сердечно-сосудистая система. Как правило, поражение протекает бессимптомно, и это случайные находки, но является наиболее частой причиной смерти при этом, при болезни Эргейма Честера. Существует такой специфический признак, который на КТ описывается как покрытая аорта и представляет собой образование оболочек вокруг аорты и крупных ветвей брахиоцефального ствола, левой подключичной артерии, коронарных артерий, почечной артерии, брюжеечных артерий. И в связи с этим вызывают соответствующие клинические симптомы, то есть инфаркт миокарда, реноваскулярная гипертензия, ишемия кишечника может произойти и так далее, в зависимости от того, какой сосуд поражен. Также в процесс вовлекается перикард. Он может быть представлен как вариантами фиброзных изменений перикарда, так и возникновением перикардита. У нашей пациентки был перикардит. Ну и у третьих пациентов может быть псевдоопухолевая инфильтрация миокарда управы предсердия и межпредсердные перегородки. Легочные проявления тоже чаще протекают бессимптомно, и если присоединяются уже симптомы кашля и одышки, то это является плохим прогностическим признаком. Это зависит от фиброзной перестройки легочной ткани, собственно. И рентгенографически проявляется поражением висцеральной плевре, междольковых перегородок, появлением симптомов матового стекла. Если выполняется бронхоальвеолярный лава, то можно проверить жидкость на содержании гистеоцитов, что лишний раз подтвердит постановку диагноза. Также у пациентов может обнаруживаться инфильтрация паранефрия, что тоже описывается специфическим термином, как волосатая почка. Клинически никак не проявляется, только если произойдет компрессия мочеточника, которая может потребовать даже нефростомии или стентирования мочеточника. И редко возникает инфильтрация надпочечниковой, приводящая к надпочечниковой недостаточности. Кожные проявления. Тоже одно из самых частых проявлений. И характеризуется ксентелазмой, то есть отложением таких вот желтоватых бляшек на веках, либо наличием желтых или красно-коричневых папул на лице, шее, подмышечной впадине и туловище, и в паху. Тоже, если вернемся к нашему клиническому случаю, совпадает и локализация, и собственное описание самого вида этих поражений. Так как заболевание редкое, сложно диагностируемое, в настоящее время нет каких-то определенных руководящих принципов по вообще ведению этого состояния. И все основано на первых междисциплинарных консенсусных рекомендациях, которые были изложены на Первом международном медицинском симпозиуме по ведению болезни Эргейма Честера, где собрались эксперты в ведении данного состояния. На диагностике останавливаться не будем. В целом тут, наверное, все понятно. Рассматриваются основные органы и системы, которые характерны для поражения при болезни Эргейма Честера. Самое важное. Гистологическое и моногитохимическое исследование. Существует классическая картина гистологическая, которая характеризуется инфильтрацией типичными пенистыми или нагруженными липидами, гистеоцитами в сочетании с фиброзом. Но на самом деле так происходит не всегда. И очень часто существует отклонение от этой классической картины. И может обнаруживаться либо просто фиброз с единичными гистеоцитами, либо неспецифическое воспаление. Но тут помогает иммуногитохимическое окрашивание, которое имеет следующую картину. Ну и, естественно, важно определение мутации Берафа-600Е, потому что оно служит потенциальной терапевтической мишенью в дальнейшем. Лечение. Тоже не существует никаких, естественно, четких рекомендаций, но согласно консенсусным рекомендациям всем пациентам рекомендуется начало терапии, а не наблюдение, за исключением пациентам с бессимптомным течением заболевания. Также рекомендуется лечение в условиях клинического испытания, если это возможно. И сроки лечения не определены, но если оно удовлетворительно переносится, то можно рассматривать вариант бессрочного лечения. После успешного использования интерферона при лечении другого гистиоцитоза были предприняты попытки лечения интерферонами. И это самое большое исследование в данной области, которое включает 53 пациента, 46 пациентов из которых получали интерферон альфа или пигелированный интерферон. И по результатам участие ЦНС было единственным независимым клиническим предсказателем смертельного исхода в данной когорте, а пациенты, получавшие интерферон, имели увеличение общей выживаемости по сравнению с группой без лечения. Второе по важности и широте исследования – это исследование по анализу цитокинов в образцах сыворотки крови пациентов и в очагах поражения. Выявлены были основные цитокины, которые изменяли как-то свое количество либо в результате лечения, либо просто экспрессировались сильнее у пациентов. И на этой базе было предпринято несколько попыток лечения агентами против цитокинов или их рецепторов. Вот, например, антагонист интерлекин, один рецептор анакинра, который больше подходит для пациентов с выраженными костными или общими симптомами. Потом инфлексимаб, тоцелизумаб. Но это лечение можно рассматривать как лечение второй линии, потому что никаких крупных, относительно крупных исследований не было в этой области, и все рассматривается на каких-то единичных фактах. Ну и, конечно же, всем рекомендуется лечение виморофенибом, если у пациента есть мутация Бираф-В600Е. И это лечение было одобрено FDA в 2017 году на основании исследования, в котором показатель общего ответа составил 54,5%. Ну и еще существует ряд опций, которые используются скорее, когда произошла уже неудача в лечении первой линии. Выводы. Болезнь Эргейма-Честера является редким расстройством, которое, естественно, требует огромных усилий и мультидисциплинарного подхода в диагностике и лечении. И здесь есть ряд проблем. Это как и дефицит пациентов, редкость этого заболевания изначально, так и сложные, многообразные проявления. Ну, основными требованиями, конечно же, является биопсия с гистологическим и гистохимическим исследованием, определение мутационного статуса. И всем больным рекомендуется лечение. Спасибо за внимание. Попробую ответить на Ваш вопрос. Спасибо, Дарья Сергеевна. Ну вот у меня вопрос по атморфологу. Вообще-то это же не злокачественная опухоль. Кто её лечить-то должен? Это злокачественная опухоль или нет? Тем более, ну, когда ещё бирав мутация есть, можно ещё как-то подумать, что там, а здесь-то, в общем, нет бирав мутации. И по большому счёту признаков, вот кому бы клинических онкологов, а вообще к онкологам попало такое заключение, все бы сказали, надо пересматривать. Согласитесь, да? Это дважды, да. И не поставили диагноз, потом поставили. Клинически она выглядит на больную с меланомой. Внешне и, соответственно, вообще и поражение все, ну, просто диссеминированный характер меланомы. Вот, Григорий Александрович, скажите нам, вот это зло или не зло? И кто его лечить-то должен? По-моему, я этот случай видел как раз, и я, по-моему, ртгеймчестера поставил. Мне просто как раз в это время был как раз диагноз ртгеймчестера, просто пока не поставили, то он или не он. Да? Это пограничность, это гестиоцитоз, это пограничная степень злокачественности. Ну, а кто лечить должен? Ну, в принципе же… Нет, ты тоже не лечишь. В плане диагноза, постановки диагноза, но это достаточно сложно, действительно, потому что на самом деле иммунно-химическая картина здесь достаточно неспецифическая, помогает лишь некоторые маркеры. Здесь помог нам, например, CD10, который в гестиоцитах обычно не экспрессируется, а здесь он как раз бы была яркая у него экспрессия. И Эрген Честер как раз описывается в этом. Это не проявление, это метастазы, диагноз химичная… Ну, это гестиоцитоз, то есть это системное заболевание, это по типу, как и лангерганс-клеточный гестиоцитоз, и просто это не лангерганс-клеточный гестиоцитоз, как раз достаточно редкая. Но гистологический и морфологический, и гистохимический, конечно, бывает сложно. Здесь типичная клиника была, и в классификации ВОЗ как раз написано, что когда мы видим такое гистологическое проявление и плюс поражение костей, такое склеротическое, то это в первую очередь, если следует думать о Вордгейн Честеру. Георгий Александрович, расскажите, пожалуйста, Вы поставили такой редкий диагноз, Вы уже видели в своей жизни такие же? Это второе. Ну, понятно, потому что действительно сложно. На самом деле мы Георгий Александрович отправили, потому что мы видели больную с меланомой, и при морфологическом исследовании меланомы нет, берем мутации отрицательные. Честно говоря, сунетиниб, конечно, Георгий Мусей сейчас по этому поводу скажет, мы назначили, ну, с потолка, реально с потолка, потому что больная была уже достаточно ослаблена, она пришла к нам на консилиум, и, в общем, мы видели образование, у нее цикит отрицательная, бераф отрицательная, и просто, ну, как бы вот, я предложила, давайте ингибиторы тирозинкина, сосудистого фактора роста, возможно, это как-то поможет, пока пересмотрят, наверняка поставят меланому, потом поменяем. В принципе, вот мы не думали, конечно, об этом синдроме, в принципе, можно было назначить интерферон, и, в принципе, при меланоме, наверное, почему-то мы подумали об ингибиторах, в общем, мы решили, что, может быть, это и не меланома, короче, решили назначить препарат, который, ну, так скажем, мультикиназный, да? Георгий Муисеевич, а вот ваша точка зрения, как человек, который занимается закупкой препаратов, что мы на... Ну, по крайней мере, вы планируете, да, как главный онколог вы планируете. То есть, вот, если бы Георгий Александрович не поставил этот диагноз, а у неё есть эффект, а препарат достаточно, ну, экономический, но эффект есть, мы бы могли продолжать это лечение или нет? Если не правда, когда вы получили эффект, вы обязаны были продолжать, но ваша ошибка в том, что бы его назначили, не понимая зачем? Нет, ну, это... Нет, нет, ну, что понимали? Ничего не понимали. Если бы понимали, то, наверное, бы и не назначили. Подождите, я микрофон дам. Дело в том, что когда эта пациентка к нам пришла на отделение, она была очень, крайне тяжёлой. И всё-таки вот Рашида Вахидовна была абсолютно права, потому что, нет, вот, конечно, вы скажете сейчас с потолка, на самом деле не с потолка, потому что вы же сами показали, что, да, мутация в генебрав, да, инфильтрация, да, 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 мы это видели, это видели, но сначала она пришла, и действительно, это было необходимо, что-то было ей назначить, потому что она уже едва ходила, на самом деле. Сейчас у неё... Нет, нет, я слышу, слышу, Георгий Моисеевич, поэтому, нет, мы... Да, все возможные варианты были проанализированы, и единственный препарат, который мог в данной ситуации помочь, это был ингибитор тирозинкиназы, вот и всё. И сейчас она, эта пациентка, она, вот вы, ну, фотографию показали, у неё значительная прибавка веса, то есть, конечно, это очень... Часто понятно, победители не судят, но то, что мы назначили, на самом деле, я ещё могу сказать другое, даже не в своё оправдание, потому что мы, на самом деле, она говорит, ну, что-нибудь не назначьте, потому что я уже больше не могу, и мы переглядываем друг на друга. Я говорю, что нужно взять какой-то препарат, который, может, закроет несколько возможностей, да, на этот случай есть нексовар, есть сунетиниб, есть биоцезума. Биоцезума вряд ли поможет, рассуждали мы, да у нас его... Нет, он был у нас. Нексовара было меньше, чем сунетиниба, и мы назначили сунетиниб. Это я могу сказать честно, но, слушайте, трудный случай в этом и состоит. На самом деле, мы находимся в практическом здравоохранении, иногда перед дилеммой. При этом, если... Ведь мы же не имели гистологической верификации злокачественного заболевания. Начнём с этого. У нас не было подтверждения, но мы решили так, клинические данные за злокачественное образование, скорее всего, меланому, возможно, и мы назначили. На самом деле, ведь, ну, с точки зрения, наверное, законодательства, разума, наверное, по большому счёту, мы не имели права противоопухолевое лечение назначать ей. Тем более, такого препарата, как ингибитор тирозенкиназ. Но мы, слава богу, назначили, получили эффекты. Это уже другая история. У меня к вам вопрос. Я понимаю ваши мысли, как шла вот тогда. Сейчас победители действительно не судят, и всё замечательно, хорошо вышло. Пролиферативная активность невысокая была, 22%. Больная ослабленная. Химиотерапию назначать, тем более, когда у вас нет подтверждений злокачественного процесса, но здесь тоже очень тяжело. Но вы назначаете таргетный препарат и не видите быстрого ответа. Вот у меня вот этот вопрос, я всё время смотрела, когда быстрого ответа не было, у неё постепенно появляется ответ, и у вас хватило выдержки дождаться его. Вот как вы себя в это время чувствовали, когда через 3-5 дней встанет и едет? Ну, через 3-5 дней мы не ждали. Да, мы её назначили, через 6 недель, она, кажется, первый раз пришла. И через 6 недель мы увидели, что она прибавила в весе, у неё ушли эти внутрикожные, ну, мы очень хорошо ушли. А ещё, когда нам эндоскописты сказали, что там в бронхиальном дереве ничего уже нет, что было, ну, и как раз уже было, конечно, подтверждение, и мы понимали, с чем мы имеем дело. Но вот использование сунетениба в этой категории больных нигде ни в каких гайдлайнзах не определяется, и, ну, слава богу, что у них есть эффект, но по идее, учитывая все стандарты рекомендации, мы не имеем права проводить ей это лечение. Вот с точки зрения клинического разума продолжать это лечение дорогостоящее или нет? А у меня сейчас такой вопрос. Вот если бы сейчас, вот вы бы знали диагноз, и если бы у вас всё было, вы бы что бы назначили? Вы бы не подумали всё-таки, вот оно... Я, наверное, бы интерферон назначила, а если бы, ну, интерферон, по крайней мере, он же и при незлокачественных, и злокачественных используется, я бы, наверное, интерферон назначила. Ну, и, может быть, ещё било бы патоморфологов долго, чтобы они всё-таки дали какой-то результат, и, может быть, Педель бы посмотрела. Вот, наверное, интересно иммунотерапию у этих больных посмотреть, но за это просто... Может, какая-то трансформация вдруг произойдёт на фоне, я не знаю, в злокачественную, в активно-злокачественную опулю. Может такое быть? Видели ли вы при применении сунити-нибо противовоспалительный эффект? Ведь то, что мы видели в бронхиальном дереве и всё прочее, там типичное идёт сопровождение воспалительного процесса. Воспалительный процесс на фоне... Образование. Нет, образование, но плюс воспалительный эффект. И первое, что вы получили, вы получили противовоспалительный эффект. Я вам задаю вопрос. Вы в каких-то либо ситуациях при применении сунити-нибо видели противовоспалительный эффект? А у нас опухоли не очень часто сопровождаются противовоспалительными изменениями. Обычно, если у нас есть эффект на сунити-нибо, то есть, естественно, потому что уменьшается опухолевое образование и уходят воспалительные. То есть воспаление у нас вторично, и мы на него вообще не обращаем внимания, по идее. А тут оно первично. И первично, конечно, мы этот случай будем публиковать, мы уже его описали, будем переводить его на английский язык и посылать, потому что на самом деле это интересный случай эффекта ингибиторов тирозинкинасу этой категории больных не берав мутированных. А вот если Георгий Моисеевич, а если бы он был бы, это больная, была бы опухоль больной берав мутированная, вимуруфениб, обосновано использование такой больной? Вы четко идете на мутированную опухоль. Все, намутированная. А там дальше доказано, опухоль это или не опухоль, это уже вторично будет. Но есть мутация. Да, берав мутированная. Вообще, я бы назвал ваш метод площадное покрытие. Вообще-то. Да, вы выбрали препарат. Вы правильно сказали. Мы на сегодняшний день к этому можем привязать массу каких-то патологий и так далее. Давайте выберем тот, который нам перекроет и все прочее. И вы открыли площадный огонь. И площадное покрытие, я считаю, это правильно. Во-первых, второй уровень доказательный, да. Но у нас же не зарегистрирован препарат. Не зарегистрирован. Так же, как и сунетиниб не зарегистрирован. Будем продолжать. А вот, например, клинический онколог Истлана Анатольевна. А вот если к сунетинибу добавить еще интерферон? Ответ есть. Не надо, да? Хорошо. По поводу поражения бронхиального дерева, как раз хотел сказать при этом синдроме. Он и так редкий, но характерно поражение кожи, костей и интерстиция легких. Именно от рахиобронхиального дерева вообще нет такого описания. И эндоскописты же показывали всем, и видео, и записи, и звали всех. И, конечно, картина уникальная, да, то есть вот в этом плане. Так что поздравляю. Замечательно. Дарья Сергеевна, а скажите, пожалуйста, а вот когда вы увидели вот такой эффект, прям бронхов, у вас вообще впечатление-то какое было? Нет, интуитивно почему. Еще скажите, пожалуйста, а вот если вы увидите сейчас, уже не нужен будет Григорий, Александр Александрович, вы там характерные были признаки? Вы сможете, если вы сейчас увидите и скажете, это Честера? Ну, учитывая то, что, да, не описано действительно ни одного случая именно с поражением бронхов и трахеи, то теперь вряд ли мы, конечно, увидим еще один подобный случай, но если увидим, то, конечно же, мысль возникнет, и если будет наличие еще симптомов дополнительно таких типичных, да, и с проявлениями на коже, и в костях, то, конечно же, мысль появится, почему нет закон парных случаев вдруг. Спасибо большое. Вопросы, комментарии? Микрофон. Через полтора? Ну, вообще у нее уже началось улучшение самочувствия, и ушли кожные изменения, стали уходить через 6 месяцев, ой, через 6 недель. 6-8 недель мы ее пригласили на осмотр, и тогда увидели, что у нее... Но она сказала, что ей лучше стало гораздо раньше, то есть она к нам пришла на осмотр, а вообще она говорит, что через недели-две я стала лучше дышать, у меня уменьшился кашель и так далее. Но у нее еще вот вопрос токсичности, потому что сунетиниб у нее вызывает тромбоцитопению, он вызывает у нее нейтропению, да, вот снижение дозы здесь очень важно, она получает 50 миллиграмм, но снижение дозы до 25 мы не снижали, может быть, у нее будут эффекты на 25, мы еще пока не снижали. Мы так боимся потерять ответ, что на самом деле боимся что-либо делать. И следующий у нас случай. Так, следующий случай у нас протасова Анна Эдуардовна. Рак желудка. Где еще могут быть метастазы? Вот так заинтригованно Анна Эдуардовна назвала свою презентацию. Спасибо. Глубоков, уважаемая Рашита Вахедина, дорогие коллеги. Но все прекрасно знают, что я не занимаюсь раком желудка, независимо от того, что много лет уже мы вместе работаем. Но начну я с этой опухоли, конечно, потому что ежегодно в мире рак желудка регистрируется у миллиона человек, то есть это достаточно распространенная форма опухоли. Четвертое место в структуре онкологической заболеваемости, уступая раку легкого, раку молочной железы и раку толстой кишки. Что у нас в стране? Это последние статистические данные. Вы видите, что ежегодно заболевают 39 тысяч. Регистрируется новых случаев рака желудка. 34 тысячи смертей. То есть, конечно, мы не можем сказать, что сколько заболело, столько и умерло. Ну, высочайший уровень смертности. Показатели несвоевременной диагностики, 40%. И с учётом того, что рак желудка не является наружной локализацией опухоли, это четвёртая стадия распространённости опухолевого процесса, когда мы говорим об этой опухоли. Агрессивное течение и плохой прогноз. Говоря о женщинах, потому что, конечно, мы, наверное, будем уже говорить о женщинах, открывая потихонечку интригу, раскрывая. В структуре онкологической заболеваемости женского населения рак желудка составляет менее 5%. Женщины вообще раком желудка болеют значительно реже. Средний возраст 69 лет заболевших. Пик заболеваемости регистрируется в возрастных группах 60-70 лет. А вот в возрастных группах 30-59 лет, это наша группа, которая нас будет интересовать, удельный вес рака желудка среди всех злокачественных опухолей также составляет 5%. Поэтому дальше мы обратили внимание на гистологические формы опухоли. 90% это аденокарцинома, кишечные и диффузные типы, но в 10% случаев встречается папиллярная, тубулярная, муцинозная и перстневидно-клеточная формы рака желудка. Но потихонечку идём дальше. Что ж такое перстневидно-клеточный рак желудка? Достаточно редкая морфологическая форма. Также отличается агрессивным течением, склонностью к диффузному росту и плохим ответом на терапию. Основной метод диагностики, вы знаете, с огромной чувствительностью и специфичностью, это гастроскопическое обследование плюс морфологическая верификация диагноза. Метастазирование. Вот это то, что известно на сегодняшний день, то, что мы встречаем во всех гайдлайнах, везде, где мы говорим о метастатическом характере рака желудка. Гематогенный путь – это печень, по ходу воротной вены в легкие почки, кости, головной мозг, реже надпочечники и поджелудочная железа. Лимфогенный путь достаточно стандартный, это регионарные лимфатические узлы, чревные узлы, параортальные и так далее. Для рака желудка, и все онкологи об этом знают, существуют и так называемые специфические формы лимфогенного метастазирования. Это метастазы верхового поражения лимфатических узлов левой надключичной области, метастазы шницера, параортальные лимфатические узлы, ариша и, конечно же, метастазы Крукенберга, которые известны всем врачам-акушерам-гинекологам. Двухстороннее поражение яичников, которые достаточно часто выявляются и при инфильтративных формах рака желудка. Наверное, это то, что было известно и многим клиницистам. К нам в клинику обратилась пациентка 42 лет. Обратилась к гинекологу в апреле 2017 года достаточно со стандартными жалобами, натянущие боли в нижних отделах живота, периодический подъём температуры тела до 38. Гинекологический анамнез не вызывал никакой настороженности. Минархи с 14 лет, менструальный цикл регулярный, через 29 по 5-7 дней, 3 беременности в анамнезе, роды нормальные, срочные в 1995 году, прерывание беременности в 1998, выкидыш при сроке беременности 9-10 недель в 2001 году. Гинекологические заболевания в анамнезе эктропиум шейки матки без лечения, леомиумы матки, соответствующие 5-6 неделям беременности с 2004 года. И со слов пациентки, она не отмечала динамику роста и, ещё раз повторяю, никаких жалоб с точки зрения нарушения менструального цикла или какого-то дискомфорта не предъявляла. У гинеколога пациентка не наблюдалось более 8. Из сопутствующих заболеваний с 2000 года у больной язвенная болезнь желудка, хронические гастродуадени, трубцовая деформация луковицы 12-перстной кишки и последнее обследование гастроскопическое желудка в 2016 году в октябре месяце. Обратилась она к нам через полгода. Через полгода от последнего обследования желудка. И на фоне появления болей выполнена была в октябре 2016 года гастроскопия. В общем-то, никакой проблемы не было визуализировано. Видите, 5 октября 2016 года грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, эндоскопическая картина хронического гастродуаденида, рубцовая деформация луковицы 12-перстной кишки, но биопсидный материал не брался в связи с тем, что отсутствовали визуальные признаки изменения слизистой желудка. Сразу сделали УЗИ, и по ультразвуковому исследованию был сразу зафиксирован рост размеров матки. Видите, здесь уже никаких не 5-6 недель беременности, здесь уже 11-12 недель беременности по размерам матки. И по клиническим данным обследования тоже, в общем-то, никак не совпадало ни с симптомной леомиомой матки, потому что признаков анемии не было. Поставить диагноз обильных маточных кровотечений мы тоже не могли, потому что менструальный цикл был абсолютно нормальный. СОИ-27, сделаны были маркеры со 125-128,3 при значениях нормальных, референсных от 0 до 35. HE4 именно для возрастной группы 40-49 лет приемлем до 76. У нас в нашем случае уровень HE4 был 25,2. Что клинически? Честно говоря, если бы не посмотрели, то, имея полный спектр обследования, имея данные цитологического исследования эпителия шейки матки без признаков АТПЕ, то, в общем-то, ничего бы и не нас насторожило. Значит, при осмотре, вагинальном осмотре, была выявлена бочкообразная форма шейки матки, её плотная консистенция и увеличение верхней трети. Визуально эпителий шейки матки был абсолютно не изменён. Видимо, эктропий он эпителизировался, и никакой проблемы внешне не было. Своды свободные, что совершенно не характерно для распространённого рака шейки матки. Паховые лимфатические узлы не увеличены. И мы повторили ещё раз на всякий случай цитологическое исследование, потому что мы знаем, что 25% проблемы при раке шейки матки – это рак цервикального канала. Значит, никаких данных за атипические изменения даже с использованием методики жидкостной цитологии выявлено не было. ВПЧ-тестирование отрицательное, П16-Н4-Альфа также не экспрессировался. Был выставлен клинический диагноз узловая-многоузловая леомиума матки, рост узлов. Ну и какой-то всё-таки остался вопрос новообразованием шейки матки. Что делать? В 42 года всё-таки зафиксированный уже рост матки. Ну, наверное… Ну, конечно. Вильдарском. Да, да. Что делать? Что делать? Ну, вот она не попала в хирургическую… Ну, вот смотрите, да, сразу возник вопрос, да, делать ли… Да, с точки зрения онколога, с точки зрения хирурга, с точки зрения человека, который уже много лет в онкологии, в клинической онкологии. Что делать? Вот она же гинекологическая больная. Посмотрите, не наблюдалось. Цитология нормальная, да? Ну, в общем-то, ультразвуковое исследование сделали. Обследование в 42 года. У нас нет никаких оснований. Если бы это была опухоль яичника, то да, может быть, мы ещё более активно бы искали со стороны желудочно-кишечного тракта, особенно если говорить о билатеральных опухолях, какую-то патологию. Но здесь, в принципе, если говорить о клинической ситуации, пациентка подготовлена, да? Да. Вот, да, коллеги, значит, на самом деле, вот здесь вот, да, как в первой клинической ситуации, так и в нашем клиническом примере где-то работала интуиция, что, ну, что-то где-то не так. Потому что мы знаем, что чувствительность цитологического исследования эпителия шейки матки, тем более с использованием жидкостной цитологии, да, сегодня уже была сессия на эту тему, ВПЧ-тестирование, П-16. Ну, что ещё можно придумать более эффективно и более... Да, значит, на сегодняшний день... Спасибо огромное, Редактор. Значит, если это такой значимый рост, то мы, конечно, крайне насторожены. Не леомиома ли это? Может быть, это саркома? Но женщина не наблюдалась в течение 8 лет, и здесь с точки зрения гинекологии возможны варианты, потому что мы, как правило, видим симптомные формы леомиомы, когда это сопровождается обильными маточными кровотечениями, анемией и так далее, болевым синдромом. Здесь ничего этого не было. Ну, в общем, вот такой был клинический диагноз, и больная была практически подготовлена к хирургическому лечению. В общем, обратились к онкогинекологам с вопросом, ну, может быть, нам ещё как-то её дообследовать в предоперационном периоде. Ну и самое простое. Самое простое – выполнить магнитно-резонансную томографию органов малого таза. И, к сожалению, мы опять ничего не получили. Кроме подтверждающей МР-картины признаков леомы матки без интенсивного накопления контрастного вещества, без подозрения на то, что это саркома, вот мы получили такое заключение. Более того, мы опять обратились к врачам на магнитно-резонансную томографию и спросили, а всё-таки вы можете нам сказать, что с шейкой есть какая-то проблема? Нет, это овуля на боте, да, вы видите. И, в общем, никаких структурных изменений в заключении МРТ органов малого таза установлено не было. Но, опять же, здесь, в общем-то, наверное, логики никакой не было. И мы решили выполнить в предоперационном периоде гистероскопию с фракционированной биопсией, фракционированным кюритажем полости матки цервикального канала и с множественной биопсией шейки матки. Потому что, ещё раз повторяю, визуальных признаков патологических изменений эпители шейки матки не было. Цитология дважды была выполнена без атипических изменений. Ну вот, выполнили мы это исследование. И получили первое гистологическое заключение, так как пациентка обратилась, ещё раз повторяю, не в онкологическое учреждение, а к гинекологам, клиницистам. Да, вы видите, что именно при исследовании биоптата шейки матки были выявлены изменения единичных комплексов железистого рака с подозрением на метастатический характер. Нам пришлось опять прибегнуть к Григорию Александровичу с просьбой помочь нам разобраться в этой ситуации. Потому что дальше, в общем, мы, честно говоря, остановились, и у нас никаких как-то дальнейших мыслей по поводу дообследования этой пациентки не возникло. Да, ещё хочу сказать, что она обследована была после того, как мы получили результаты этого исследования первого гистологического. Она была обследована и выполнена была КТ, компьютерная томография органов грудной клетки и брюшной полости, и никаких изменений органического характера выявлено не было. Ну вот были сделаны иммуногистохимические анализы, были определены маркёры, было сопоставлено наличие маркёров в данном конкретном случае с и аденокарциномой желудка, с аденокарциномой шейки матки, с аденокарциномой эндометрия, потому что оказалось, что, в принципе, и в эндометрии были также выявлены клетки, сходные с биоптатами шейки матки. Поэтому мы получили вот такое вот заключение в материале из полости матки и шейки матки умеренно дифференцирован на аденокарцинома. Позитивная реакция в опухоли на цитокератин 7, 20, CDX2 и 19,9. Негативная реакция в опухоли на эстрогеновые рецепторы, что, в общем-то, нетипично для рака эндометрия. Также негативная реакция на прогестероновые рецепторы, HR2-нео, P16, N4-альфа, вы знаете, что он экспрессируется при плоскоклеточных формах рака шейки матки, P53 и маркер Вильямса. Вы видите, мы получили, что это метастаз аденокарцинома желудочного типа. Григорий Александрович нам дал такое заключение, представил вот такие вот рисунки. И, конечно, мы повторно пошли на гастроскопию, потому что это самое простое, что можно было предпринять. И был выявлен язвенный дефект, хотя в заключение фиброгастроскопии никаких признаков опухоли за полгода не появилось. И вот уже при анализе биоптата опухоли желудка был получен ответ, что это персневидно-клеточная карцинома с инфильтративным ростом и изъязвлением. Вот мы уже получили такие данные из биоптата желудка. Был установлен диагноз, клинический диагноз TXNXM1, метастаз рака желудка в шейку матки, в шейку и тело матки. Ну и здесь, в общем-то, сомнений никаких не было. Пациентка начала системную терапию. И, в общем, данный клинический случай мы уже опубликовали. Я сейчас покажу ссылку. Он представлен исключительно с целью повышения онкологической настороженности врачей смежных специальностей, потому что, еще раз повторяю, пациентка попала к гинекологам, и необходимости именно мультидисциплинарного подхода к обследованию больных, проведения морфологической верификации диагноза, оценки распространенности опухолевого процесса и определения последующей тактики. Ну вот, в журнале злокачественной опухоли мы опубликовали этот случай, потому что в литературе мы подобных клинических примеров не нашли. Видите, вот у нас такое большое количество авторов. Спасибо большое за внимание. В общем, получается, какой-то изолированный метастаз, такой ограниченный. А вот дотстоксел, он эффект отдал? Есть эффект какой? 42 года, да, значит, коллеги, был хороший достаточный эффект. Я не хотела обсуждать вопросы лечения, потому что... Флот, да, он флот, флот и был назначен, да, был получен очень хороший эффект, но, к сожалению, потом отказалась пациентка от химиотерапии дальнейшей, была переведена на капицитабин, произошла просто моментальная манифестация уже с асцитом, с множественными появлениями очагов печени на фоне капицитабина, и она погибла в декабре, в январе 2018 года. То есть, получается, казалось бы, изолированное метастатическое поражение и не висцеральных органов, казалось бы, это должно быть неприятно, в каком манифестации не должно быть, и точно в голове оказалась бы сэкоррегуляция, согласитесь, а тут обратно манифестация, с вами, то есть, это капот, значит, получается, не благоприятный признак с точки зрения отечения. Отрицательный. Отрицательный. Да. Можно? То есть, наше. Анна, спасибо за интересное сообщение, я задал вопрос, у меня два вопроса, садись, вот уже в том числе об этом, что я уже сказал, а вот судьба этой двоих, у меня просто вот и раз, бывает ли? Она погибла в январе 18-го года, да. А, в январе 18-го года. А там же я не был поставлен в 16-го году, понимаете, да, а так, просто не сны не в этом случае, я вижу срок. Да, в октябре 16-го года, да, у нее было выполнено гастроскопическое обследование. С 2000-го года она страдала язгой жилистка. Обратилась она к нам в апреле 17-го. В апреле 17-го. И в январе 18-го она победила. Вот, если бы в апреле 17-го года и сутки жилистка, которые вы указали, ну, припотомнике, в институте, сутки, в репеле 17-го года, это вызоверенный очаг. Может быть, ее надо было оперировать? Нет, просто так задние числа, понимаете, ведь все и не знают, что она хотите. Хотя это первое, это первое. И второе вопрос, что я же теперь походу на эту тему о мультисциплинах они посмотрели на бумагу которые были полгода назад в том-то и дело а мы ведь призываем когда есть опухоли ищек в липоподозрении гинекологии обязательно фиброгастродуаденоскоп ну вы видите чем миома закончилась и почему не оперировали я все-таки не понял я думаю слава богу что мы не прооперировали если честно значит коллеги нигде в стандартах на сегодняшний день в 42 года без признаков анемии без признаков новообразования в яичниках нет необходимости обследовать желудок и толстый кишечник в 42 года она молодая при яичниках при матке нет это точно совершит здесь все-таки у ней был анамнез язвы желудка достаточно давнишний с 2000 года полгода назад в принципе но я честно говоря ту матку которую показала сейчас Анна Эдуардовна на компьютерной МРТ и то что она сказала что вот я бы будучи гинекологом никогда бы не подумала что надо повторить ведь получается что диагноз рака желудка поставили через гистологию шейки матки то есть рак желудка нашли ну так скажем условно только потом сделали фиброгастроскопию уже прицельно зная что есть метастаз определили на самом деле этот случай то мы и представили что это да вот я увидела ну я бы честно говоря подумала что может быть это лимиусаркома тело матки отправила бы ее на операцию удалять эту матку реально я бы вот не подумала что это я не знаю а кто бы подумал что это желудок поднимите руку кто подумал бы что это желудок вот Эльдар Аскандерович у нас один а в принципе аудитория наверное да все таки посчитала бы что это потому что я метастаз рака желудка в шейку матки и тело матки но могу сказать не видела вот может быть на самом деле люди которые занимаются желудочно-кишечным трактом может быть они это видели яичник да но чтобы вот так чтобы как это лимиусаркома выглядела я наверное не видела все дело в том что понятно что это случай сложный действительно это никто здесь никого не упрекает и прекрасно что все-таки вы разобрались я ведь говорю к чему в стандартах да я вам пример приведу в стандартах например не существует что при пупочной грыжи у пожилых людей старше 50 лет надо делать фиброколоноскопию фиброгастроскопию я приведу пример нашей клинике мы за прошлый год за прошлый год у шести пациентов которые нам поступили в плановом порядке с грыжей нашли опухоли толстой кишки понимаете почему потому что пожилого человека с чего должна быть грыжа видимо из-за явления непроходимости я к чему говорю в стандартах нету но мы должны хотя бы после вот таких случаев и после того что организовала там Рашидов Ахидовна сложный случай может быть выносить какие-то местные стандарты понимаете какие-то местные вещи и у нас всегда критикуют зачем вы делаете фиброколоноскопию у меня грыжа но когда за год в клинике шесть человек которых могли прооперировать с грыжей а там опухоли к сожалению это в городе бывает тоже нет в стандарте поэтому я призываю может быть на основании вот этих всех вещей сложного случая может быть в будущем вырабатывать хотя бы местные стандарты спасибо 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 большое Дослава небольшой комментарий я поддержу тоже Эльдара Скандарыча наверное школу проходили по хирургии наверное одну все-таки обратите внимание я не знаю где она делала фиброгастроскопию молодая женщина 42 года не делает биопсию желудок как нас учили все-таки желудок это всегда язва желудка это всегда подозрение у молодого нужно смотреть и нужно делать биопсию вот конечно это был промах однозначный я не знаю они не делали биопсию да а где делали сейчас мы за одним числом конечно мы все так мы для этого и выставляем эти случаи на обсуждение потому что удивительно ну хорошо промахнулись с диагностикой рака желудка тогда там в 16 году но где у них должны быть метастазы забрюшины лимфатические узлы печень легкие но чтобы через полгода выросла огромная матка с деформацией шейки матки ну я думаю гинеколог не подумал бы на приеме а в общем-то теперь после ну трудного случая я надеюсь что если гинекологи нас слышат в интернете они должны думать об этом спасибо еще раз большое единственное что я хочу опять же в оправдание гастроскопистам сказать что если они вообще не визуализировали никаких патологических признаков со стороны желудка то и непонятно где взять биопсию то есть никак нет вот в 2016 году никаких признаков не было была рубцовая деформация грыжа и так далее то есть никакой прицельной биопсии выполнить невозможно было ну не знаю здесь сложится какая бы тактика была если бы при гистроскопии при биопсии вы ничего бы не нашли вот с точки зрения гинеколога вы бы пошли на операцию да почему вот ее что смущало-то вот почему вы делали все эти биопсии что вас смущало это же не стандарт значит нас смущала действительно только клиническая ситуация связанная с формой и плотностью шейки матки больше ничего с точки зрения роста матки с точки зрения того что она 8 лет не была у гинеколога с точки зрения данных МРТ у нас не было никаких сомнений мы вошли на первый диагностический этап перед решением вопроса о плановой операции только вот с целью морфологической верификации исключения рака шейки матки инфильтративной формы с точки зрения цервикального канала и все-таки оценки состояния эндометрия если бы ничего было бы не выявлено конечно она подлежала бы экстерпации матки с трубами однозначно совершенно без яичников вы понимаете в чем дело здесь еще можно дальше писать читать почему потому что никаких показаний в 42 года для удаления яичников нет и первое чтобы мы получили в этой ситуации во-первых я не уверена что мы бы дошли при таком кистологическом раскладе до специализированной онкологической лаборатории потому что при левом мематке мы не пересматриваем гистологические стекла это первое второе я думаю что Григорий Александрович скажет что такой объем послеоперационного материала наверное мог бы и пропустить те или иные очаги метастатические третье чтобы мы получили мы бы получили манифестацию с метастазами яичник и с асцитом то что мы получили на фоне капицитабин ну вот вообще у нас сейчас ведь яичники не оперируют без фиброгастроскопии да точно а может быть сейчас нельзя оперировать матку без фиброгастроскопии потому что на самом деле да это достаточно такой очень показательный случай спасибо Андуардовна и последний у нас случай последний у нас случай мы тоже к гинекологии сегодня обращаемся рак яичников метастазов головной мозг или еще что-то Наталенко Кирилл Евгеньевич медсанчасть 122 добрый вечер глубоко уважаемый президиум уважаемые коллеги хотелось бы представить случай точнее доклад изолированное поражение головного мозга при рак яичника метастазы или тут интрига или что-то совершенно другое вот так мы примерно всеординаторской выглядели во время обследования пациентки потому что совершенно не понимали что происходит клиническое наблюдение пациентка 43 лет длительное время ну не длительное время около месяца наблюдалось по поводу кисты яичника довольно большой до 8 сантиметров через один месяц в связи с болевым синдромом пациентка нижних отделов живота пациентка поступает к гинекологу в клиническую больницу номер 122 естественно выполнено МРТ малого таза с интервентным контрастированием и выявлено образование правого яичника довольно большое 13 сантиметров с солидным компонентом с признаками инфильтративного роста в параметрии ЦА-125 на момент обследования был около 90 етниц в миллилитре морфологически верифицирован цитологически верифицирован процесс аденокарцинома по данным компьютерной томографии трех-двух зон отдаленного метастазирования не было выявлено и в апреле 2018 года пациентке выполнена к сожалению неоптимальная циторедукция при интероперационной была выявлена опухоль до 12 сантиметров в диаметре с прорастанием в забрюшинную клетчатку удалить ее радикально не удалось кистозное содержимое было аспирировано с излиянием в полость малого таза и сечен единичный очаг на брюшине гистологическое заключение эндометриоидная аденокарцинома ну и диагноз у нас рака яичников ПТ3А Н0 ЦМ0 с конца апреля 2018 года по август 2018 года проведено 6 циклов одевантной полихимиотерапии по схеме ТЦ коробоплотин по клетоксел на момент окончания лечения ЦА125 был в норме 4,3 по данным компьютерной томографии трех зон признаков отдаленного метастазирования опять же или рецидива заболевания не было выявлено пациентка была оставлена под наблюдением и дальше как говорит доктор Ватсон начинается запутанное дело а запутанное дело заключается в том что через один месяц у пациентки появляются головные боли и пациентка идет к районному терапевту добрый доктор-терапевт с целью обезболивания пациентке назначает морфин прям сходу да ну вот так он решил он решил обезболить пациентку до смерти на фоне на фоне массивной обезболивающей терапии у пациентки выявлены признаки по сути опиоидной интоксикации тошнота рвота выраженной общей слабости через два дня массивной обезболивающей терапии пациентка обратилась в 122 медсанчасть с целью до обследования определения при поступлении клиника лабораторные показатели крови в пределах допустимых значений ца 125 3.3 в норме по данным ну и естественно было выполнено МРТ головного мозга с интервеном контрастированием по данным МРТ было выявлено два образования одно образование в левой лобной доле кистозно-солидное довольно большое почти 4 сантиметра активно накапливающее контрастное вещество и похожее образование но меньшим размером 13 миллиметров возле левого бокового желудочка вот так это выглядело вот это кистозно-солидное образование в лобной доле вы можете видеть довольно выраженный отек ну и накопление тоже какое-то очень странное кистозно-солидное довольно отчетливо видно прям кисты округлые округлые тень и второе образование вот у нижнего рога бокового желудочка левого тут естественно есть смещение отек поэтому клиническая картина вероятнее течение ее ее жалобы вероятнее всего были связаны и с тем что у нее есть отчетливо головная очаговая симптоматика и с тем что у нее также было и опиоидное отравление дальше у нас возникло миллион вопросов что же это такое и что вообще происходит потому что довольно молодая пациентка да неоптимально выполненная цитаредукция но в конечном итоге на фоне одевантной химиотерапии ЦА-125 пришел в норму при обследовании уже через один месяц ЦА-125 все так же в норме очень необычное образование кистозно-солидное это часто не характерно для метастазов головной мозг плюс довольно выраженный отек что это может быть непонятно ну и было принято ну в общем есть небольшой список заболеваний которые могут приводить к очаговому поражению головного мозга это естественно могут быть и первичные опухоли головного мозга и метастатическое поражение головного мозга и лимфомы центральной нервной системы различного рода васкулиты демиллионизирующие заболевания ну и конечно же инфекции метастатическое поражение точнее изолированное метастатическое поражение головного мозга при раке яичников описано от 0,3% до 0,3% по разным источникам прогноз прогноз при таких поражениях чаще неблагоприятный ранее продолжительность жизни ранее это около 10 лет тому назад ранее продолжительность жизни была не более месяца сейчас с внедрением различных лечебных технологий все-таки прогноз остается неблагоприятным но средняя продолжительность жизни порядка 7-8 месяцев и чаще изолированное поражение головного мозга наблюдается при серьезная динокарциномия вторым пунктом следует муцинозная ну и самая редкая это эндометриоидная динокарцинома клиническая картина ну это мозговая симптоматика различные головные боли довольно интенсивные возможные эпилептические приступы афазия и атаксия и выраженная слабость возможные варианты лечения таких осложнений это конечно же химиотерапия плюс какой-то локальный метод контроля с заболеванием либо это радиохирургический метод чаще всего применяется гамма-нож либо традиционный нейрохирургический метод ранее золотым стандартом было холк-брейн то есть облучение тотальное облучение головного мозга дальше интересный момент по предиктивным маркерам описано что если у пациентки выявлено изолированное поражение головного мозга в раннем возрасте если наблюдается исключительно изолированное поражение то есть нет никаких органных очагов если у пациентки полностью проведена дивантная химиотерапия по шкале Корновского у пациентка более 70 баллов и если что странно опухоль низкодифференцированная то прогноз как правило более благоприятный так это обычно выглядит то есть очаговое образование которое неравномерно накапливает контрастное вещество далее о лимфомах центральной нервной системы я кратко расскажу частота встречаемости ну это примерно два с половиной процента среди всех опухоли центральной нервной системы чаще выявляется у мужчин чаще бывает при иммунодефицитах и чаще бывает все-таки б-крупноклеточная это обычно б-крупноклеточная лимфома в 90% случаев так клеточная лимфома практически выявляется в 2% случаев то есть крайне редко по особенностям чаще всего лимфомы центральной нервной системы бывают супротентериальные обычно они гомогенные по структуре в них редко бывает кровоизлияние и если выполнять сентографию с талием то обычно отмечается повышенное накопление талия при этом исследовании вот так это обычно выглядит как вы видите обычно гомогенное образование но довольно выраженный отек демилинизирующие заболевания ну как мы знаем они аутоиммунные они выявляются в раннем возрасте пациентке напомню 41 год выявляется все-таки чаще у женщин чем у мужчин ну и самое частое заболевание это рассеянный склероз но тут все довольно просто потому что образование по особенностям образование овоидной формы они часто бывают множественные и все-таки они чаще всего описаны параллельно боковым желудочкам то есть так выглядит классическая картина то есть боковые желудочки и огромное количество очковых образований вдоль этих желудочков боковых и различного рода инфекции вирусные инфекции бактериальные инфекции грибковые или паразитарные инфекции по бактериальным инфекциям чаще всего ну то есть описанная туберкулез центральной нервной системы выявляется он в 5 процентах случаев у пациентов с туберкулезом и в 15 если у пациента еще есть ВИЧ чаще проявляется туберкулемами выявляется симптом кольца с умеренным отеком и обычно они на МРТ обладают низким сигналом на Т2 режиме то есть вот симптом кольца это туберкулема нейросифилис одно из самых редких пожалуй описанных мною образований то есть заболевание это редкое поражение до полутора процентов популяции трепанема палядом да и то что мы наблюдаем при поражении головного мозга это сифилитические гумы обычно это тоже образование обладают кольцом обладают довольно выраженным отеком аспергиллез и криптококос это грибковые инфекции очень часто радиологических особенностей они не имеют они то есть при мрт-исследованиях обычно наблюдается гидроцефалия из интенсивной они на кт по данным мрт они на т1 гипоинтенсивные а на т2 гиперинтенсивные но точно так же кольцо это два разных криптококоса я спрямилюс кольцо отек непонятно что происходит токсоплазмоз практически всегда наблюдается ассоциация с ВИЧ-инфекцией из особенностей множественные гиподенсные очаги располагаются обычно у базальных ганглиев или кортикомедулярно не более 3 сантиметров в диаметре тоже симптом кольца и при выполнении ПЭТ-исследования отмечается минимальное накопление радиофарм препарата тут симптом кольца не такой явный и цистоциркоз это личинки свиного цепня встречаются очень редко обычно выявляются в Южной Америке Африке Китае или Индии из особенностей множественные кисты до 1 сантиметра в диаметре плотные точнее содержимое эти кисты обычно по плотности идентичны ликвару и часто сочетаются с вентрикулитом ну и у нас естественно возникают вопросы что же нам делать необходимо ли нам биопсия этого образования может быть будет достаточно анализа ликвара потому что по крайней мере мы исключим какие-то инфекции или мы сразу же обратимся к сериотоксической лучевой терапии все это дело облучим или вообще ничего делать не будем сразу же в смысле локального контроля сразу же просто начнем первую линию терапии а если начнем то какую вот с этим вопросом я бы хотел к вам обратиться то есть нужно выяснить что это такое потому что у меня не сложилось однозначное впечатление что это именно метастаз молодая женщина и если мы начинаем лечить мы должны быть уверены что мы делаем правильно поэтому любым путем обращаемся к нашим специалистам конечно лучше иметь клетки цитологические гистологические если инфекция хорошо мы тоже должны подтвердить тогда лечить как инфекционный процесс тогда тем более химиотерапии нельзя молодая женщина она погибнет а пациентка из-за намного известно она выезжала за пределы города и живет в Санкт-Петербурге все время здесь конечно нужно исключить паразитарное поражение и в том числе не исключает и хинококос поражение с кистами которые очень даже может быть и похоже на это поэтому серологию выполнить прежде всего то есть отправить ее к инфекционисту потому что онкологи извините меня за такое слово ни черта не понимают в серологии значит нужно отправить к инфекционисту но у нее клиническая симптоматика достаточно выраженная вот если все-таки это инфекция доксаметазон как назначать противоотечную терапию понятно она в любом случае будет противоотечной терапии а вот назначение потому что чтобы отправить ее к инфекционисту нужно чтобы она шла ногами туда инфекционисты только увидят что наносил как привезли пациентку они просто скажут знаете да тем более рак яичника нет она была тяжелая достаточно больная нет там такого инфекциониста нет который это же тропические инфекции это аспарагелезом он не занимается он занимается гепатитом С это не гепатит С точно анализы крови абсолютно нормальные панель а еще Нина Юрьевна анализ ликвора и выполнение биопсии вот мое мнение а если это инфекция и мы биопсии ликвор ликвор то есть серологические реакции и ликвор да в первую очередь все таки ликвор то есть мы пока не лечим все таки мы решаем что там Анна Товарна еще предложение а можно все таки симптоматическую терапию назначить снять да хоть чуть-чуть нет ну конечно противоотеч и что ну хорошо сняли симптоматически дальше что потом мне кажется что она обследована она же оперировалась хорошо 3-4 месяца месяц прошло она же обследована лежала в стационаре ну как есть мозги это точно не смотрели не входит в стандарт поэтому если все показатели крови я бы ей назначила просто симптоматическую терапию и решала вопрос по поводу биопсии биопсии все-таки биопсии то есть биопсия ликвор биопсии серологические анализы крови ну что делать ты первое Михаил Сергеевич но они достаточно долго делаются то есть мы сначала исключаем паразитов кто за то чтобы паразитов исключить спасибо мы не выполнили сирологические исследования никакое от анализа ликвора мы отказались потому что у пациентки довольно выраженная ну во-первых у нее клиническая мозговая симптоматика выраженная тяжелая пациентка изначально и плюс у нее еще довольно выраженный отек описан по МРТ то есть потенциально при выполнении пункции для того чтобы анализировать ликвор мы могли получить какое-то вклинение и это все очень быстро закончилось и дальше пациентку посмотрел нейрохирург ну мы все-таки выбрали выполнить биопсиообразование да многие-многие были против проводилась естественно симптоматическая противоотечная терапия пациентке через пару дней симптоматической терапии все-таки стало лучше потому что ну как минимум закончилась синтоксикация опиоидами на фоне дексаметазона отек уменьшился ну и пациентка пришла в сознание была консультирована нейрохирургом нейрохирург рекомендовал выполнить гистологическую верификацию образования в середине сентября пациентка поступила в НИИ Алмазово где было выполнено удаление образования гистологически подтверждено что это метастаз эндометриоидная аденокарцинома в начале октября 2018 года пациентке выполнен гамма-нош на образование в левой затылочной долине то которое было 13 миллиметров молекулярно-генетическое исследование для определения мутационного статуса БРК1-2 в работе и мы рекомендовали проведение первой линии химиотерапии по схеме патекан плюс химиотерапии учитывая что у пациентки платинрезистентная форма рака яичников спасибо за внимание мы этот случай выставили специально потому что на самом деле по компьютерной томографии по МРТ очень были метастазы не характерны как мы привыкли солидное образование плотное а здесь какие-то вообще я вообще подумала какая-то герпетическая инфекция что ли потому что прям просто как пузыри какие-то на самом деле это кистозное образование которое соответствует раку яичников и мы на самом деле точно так же видя эти снимки обращаясь к нейрохирургам мы все говорили все что угодно кроме думая что женщина прошел всего месяц после одевантного лечения ну условно одевантного СЕ-125 нормальные она себе нигде нет отдаленных метастазов изолированное метастатическое поражение рака яичников в головной мозг конечно это бывает 3% но это не так часто и на самом деле конечно думали о каких-то паразитарных абсолютно инфекциях и в общем на самом деле думали обо всем но все-таки ей стало получше на симптоматической терапии нейрохирурги вот ее взяли и мы получили гистологически что это рак яичников поэтому при раке яичников тоже получается что есть изолированное поражение и вид его по сути как рака яичников в яичниках это кистозное образование которое образовалось в головном мозге да они сначала тоже они смотрели они же много видят они что считали метастаз сразу сказали ну вот мне хотелось бы сразу сказать потому что народу все-таки много что очень затруднительное было решение вопроса по поводу и биопсии и то что это вообще связано с эндометриоидным раком яичника дело все в том что именно эндометриоидные формы рака яичника отличаются благоприятным прогнозом это же первый тип это же не рак маточной трубы то есть второй не рак маточной трубы которая отличается агрессивностью катаболическими процедурами асцитом плевритом и так далее нет тут этого не было и именно он прогнать прогнастически он очень хороший вот этот рак яичника именно эндометриоидный поэтому тут еще больше это все затрудняло потому что не было еще раз повторяю ни полисирозита ни катаболизма ничего не было то есть типичного течения сервозного рака не прослеживается а вы не хотите посмотреть еще этот на предмет мисс матч репер микросолитная стабильность потому что эндометриоидный рак яичника он имеет по нашим данным где-то в районе 10% мы получили что имеет дефицит мисс матч репер по данной литературе там входит до 20% а если есть то это соответственно обхудчивительная коммунотерапия нет нужно ли было исследовать именно этот материал тогда может быть можно было посмотреть и смысл тогда в принципе определение что она вам даст эта прокоммунтация и если допустим если бы возможно в каком-то проценте случаев при эндометриоидном она была бы в первичной опухоли разве это меняется в появлении новых изменений в головной мозгу то есть как-то теряется эта мутация или приобретается со временем эндометриоидного на карциномии яичника конечно не бывает в основном то есть это крайне редкое явление чтобы бросить БРК один или два мутации было вот на мой взгляд надо попробовать ММР и МСАй посмотреть потому что и опухоли причем яичник эндометриоидный и эндометрия которые имеют ММР-дефицит и МСАй в отличие от кишки которые это более благоприятно считаются здесь они наоборот менее благоприятные они наоборот более злые которые поэтому может быть как раз здесь повышается вероятность что есть спасибо спасибо проводилось ли иммуногистохимическое исследование опухоли какие показания где написано что мы должны делать иммуногистохимическое нет где написано нигде не написано это же не рак молочной железы который патогенетически определяет лечение наших пациентов без иммуногистохимии здесь здесь то что эндометриоидная форма опухоли это уже определенные гистологические спасибо спасибо большое а можно мне презентацию поставить мы закончили обсуждение наших случаев я надеюсь мы надеемся весь оргкомитет и эксперты что это были интересные для практического онколога случаи я буквально не знаете где-то тут у нас буквально две секунды потому что на самом деле мы сделали эту регионарную школу онкологов это заседание десятое оно так скажем юбилейное мы прошли первую десятку и первое было заседание у нас на прошлой конференции если вы помните которая была наша почему мы решили сделать эту школу ну понятно что актуальность достаточно высокая около 50% больных клиническое типичное атипичное течение ну которое вы например сегодня слышали и в общем-то многие больные не переносят противоопухолевое лечение иногда несмотря на адекватное первичное лечение рецидив заболевания достаточно быстро происходит неустанное прогрессирование эстетического процесса и мы иногда не знаем что делать ситуации бывают неоднозначные сомнения и вопросы к патологоанатомам к эндоскопистам у нас было очень интересное заседание по образованию поджелудочной железы в чем виноват морфолог и в чем виноват клиницист не совпадают локализации опухоли ее клинические проявления и морфологическая верификация первично множественный процесс если нетипичное течение заболеваний и много-много вопросов которые в общем-то требуют от онколога привлекать к обсуждению диагноза лечебной тактики специалистов практически всех специальностей и в общем-то сложные клинические ситуации побудили нас во главе с главным онкологом города Георгием Моисеевичем организовать профессиональную школу трудных случаев и совместно обсуждать успехи и возможно неудачи друг друга для дальнейшего повышения уровня и качества лечения наших пациентов потому что за год мы обсуждали и отрицательные случаи когда погибали больные из-за наших медицинских ошибок и первое заседание как я сказала проведено было 12 октября прошлого года в рамках конференции всего было проведено 10 заседаний обсуждено 48 случаев в обсуждении участвовало более тысячи специалистов всех специальностей потому что мы регистрируем каждого кто приходит на нашу школу одно заседание пилотное это было интерактивное интернет обсуждение со специалистами из 64 регионов Российской Федерации в конце 2018 года мы готовим к публикации сборник доложенных случаев архив школы трудных случаев онкологии 2018 года выпуск первый я как сказала что проводится под эгидой главного онколога Санкт-Петербурга Георгия Масеевича Манихаса в научно-организационном комитете люди которые работают и все это собирают это я Наталья Петровна Беляк и вот я выделила Светлану Игоревну я выражаю огромную благодарность потому что на самом деле она очень много делает для того чтобы эта школа работала и эта школа существовала у нас есть научно-организационный комитет я просто хочу назвать этих людей и все кто выделены красным это люди которые очень активно участвовали в работе школы Борисов Павел Сергеевич у нас в научном комитете Воробьев Николай Андреевич ну вот к сожалению у нас был всего один раз Михаил Сергеевич Деникин очень много нам помогал в этом году Драгомерецкая Елена Ивановна это доцент кафедры госпитальной хирургии очень много нам помогала Евгений Наумович у нас в научно-организационном комитете но он у нас к сожалению ни разу не был Максим Александрович Лесянская Сергеевна Алексей Георгиевич очень много нам помогал со случаями рака молочной железы Дмитрий Александрович Полежаев спасибо большое потому что на самом деле практически ни одну школу онкологов он не пропускал активно обсуждал несмотря на то что в общем некоторые случаи просто с точки зрения клинициста он обсуждал и было очень интересно в общем-то слышать мнение неторокального хирурга онколога большой буквы процентка Светлана Анатольевна спасибо огромное потому что очень интересные случаи были представлены в соотделении Светлана Анатольевна и ее клинические ординаторы докладывали у нас была целая сессия Григорий Александрович вам отдельное спасибо потому что вы нам очень много помогаете и в той школе которую мы делаем тоже но и Михаил Дмитриевич главный хирург нашего диспансера который тоже очень много работает и я хотела бы отметить людей которые не являются ни научным комитетом а просто люди врачи которые работают просто работают каждый день и помогают чтобы эта школа существовала поэтому я хотела бы отдельно поблагодарить Иванову Анастасию Константиновну мы решили ордкомитетом что мы в конце года на конференции будем отмечать самых активных людей школы и вот у нас в этом году проголосовано за трех людей это Иванова Анастасия Константиновна врач-онколог онкодиспансера которая достаточно много выступала и предлагала много случаев и очень много делала для работы этой школы Авраменко Инна Владимировна тоже врач-онколог онкодиспансера и Драгомилецкая Елена Ивановна доцент кафедры госпитальной хирургии имени Опеля с СГМУ имени Мечникова мы вам в подарок решили подарить новую ТНМ-классификацию всем троим прекрасно я думаю что это в каждой ординаторской нужно будет и вот такое благодарственное письмо всем троим за то что вы помогали в нашей работе спасибо вам огромное на самом деле очень была большая помощь я наверное представителям отдам да у нас есть СГМУ я так пела Елена Ивановна нет еще раз публикуем вернее рассказываем о правилах заявки краткое описание случаев в электронном варианте посылается на электронную почту мы со Светланой Игоревной смотрим все ваши заявки случаи могут быть разные по мере их поступления научно-организационный комитет один раз в месяц обсуждает и включает в программу заседания после включения случаев в программу заседания автору в электронном варианте отправится подтверждение где мы говорим о выступлении дате и теме заседания презентация представится за неделю до заседания потому что мы сейчас решили за год мы поняли что нужны все-таки конкретные эксперты которые бы обсуждали в том числе эти случаи и нужна конечно описательная часть потому что каждый год в конце года мы будем опубликовывать архив школы для того чтобы эти случаи с обсуждением экспертов читали другие люди потому что на самом деле многие случаи которые даже мы сегодня с вами слышали они бывают очень редки и от нашего с вами коллегиального решения возможно зависит жизни и качество больного приглашаем всех к сотрудничеству спасибо Георгий Моисеевич Георгий Моисеевич завершите нашу сессию Мне очень приятно завершать действительно десятая с надеждой того что в этой десятке будут прибавляться последующие цифры и когда-нибудь кто-нибудь сидящий здесь будет на сотом заседании это будет это самое главное чтобы вы знаете всегда очень легко начать любые начала начинаются торжественно ленточки перерезаются банкеты фуршеты а потом начинается работа и вот эта вот работа вытягивание все же очень сложная и вот здесь Рашидов Ахидовна подчеркнула что есть люди которые на себе вот эту работу ведут вы себе не представляете как действительно на запале в первом случае легко а вот потом уже начинается потом но важно что конечно в последующем когда еще случится увидеть какой-то клинический случай ну когда еще это случится но где-то у кого-то при появлении этого пациента лет через 5 через 6 вы слушайте а вы помните вот докладывали вы посмотрите это же то же самое вот это вот это самое важное и зачастую вот это называется опытом профессиональный опыт можно собрать только таким путем причем коллегиально потому что не каждому не каждый увидит когда-либо вот что-то сам но есть возможность увидеть а самое главное пройти этот трудный путь вместе с врачом диагностный который его и представляет ну большое вам спасибо за участие и я желаю в дальнейшем успехов удачи во всем этом и долгой долгой жизни вот это вот это и вот школы спасибо мы в конце года в декабре будем делать 4-3 случая самых значимых за год с хорошими или с отрицательными результатами которые мы с вами приняли на школе онкологов и у нас сейчас на школе трудный случай и у нас сейчас уже есть два случая которые мы с вами обсуждали которые мы с вами уже обговаривали и мы с вами коллегиально назначили лечение и результат этого лечения потому что одного пациента это результат лечения не только онкологов хирургов микологов что произошло с этим больным на сегодняшний день и пациентка которая если кто был на школе берся мутированный хер 2 положительный рак молочной железы с единственным метастазом с полным регрессом в грудине вот мы сейчас планируем на декабрь месяц именно такое такое заседание где мы возможно подберем больных которых мы обсуждали в течение года спасибо всем большое и оргкомитет мне сказал что всех приглашают на праздничный на праздничный да ужин торжественный ужин спасибо хорошего вечера спасибо